Кошки – самые умные животные. Нет, я не согласна. Самые умные животные – собаки. Давайте поговорим о том, как выражать согласие и несогласие в русском языке. Мы можем сказать «я согласна» или, например, «я не согласен». Если мы добавим предлог «с» и творительный падеж. То мы можем сказать «я согласна с вами» или «я не согласен с тобой» или «я согласен с профессором Хокингом». Как еще можно выразить согласие и несогласие? Если вы согласны, то можно сказать «да, конечно». «Да, я тоже так думаю». «Да, вы правы». Полностью согласен или согласна. Если вы не согласны, то можно сказать «нет, я так не думаю». «Я думаю по-другому». «Мне кажется, вы не правы». «Мне кажется, вы не совсем правы». Обратите внимание, мы используем более длинные и вежливые фразы, когда выражаем несогласие. Например, этот человек говорит «я думаю, что Земля плоская». Что вы ответите? «Да, лучший ответ, мне кажется, вы не правы». «Этот же человек говорит, что Земля вращается вокруг Солнца». Что вы ответите? «Да, конечно» или «да, вы правы». «Давайте посмотрим на этот пример». «Я думаю, это голубой цвет». «Нет, я так не думаю». «Это зеленый цвет». В этом случае, вы не правы. «Вы не правы» – «is not the best option». «Нет, я так не думаю». «Implies a matter of one's opinion and ambiguity». И еще один пример. «Все лебеди белые». Вы не совсем правы. «Многие лебеди белые, но бывают и черные лебеди». «The qualifier не совсем» makes the response the best choice here, as we can't say your interlocutor is totally wrong, but there is a caveat. А теперь интересный факт. Это Борис Ельцин, первый президент России. В 1988 году Егор Легачев, тоже политик, сказал ему «Борис, ты не прав». Эта фраза стала очень популярной. Смотрите, эту фразу газета использует в статье о новом премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне. Список слов вы можете посмотреть у нас на сайте.